Хоу-хоу-хоу Хоу-хоу-хоу-хоу Конфетки! Ох, какая большая конфетка! Эй, стой! Ты куда? Стой, я тебя сейчас догоню! Эй, что там тебе такое снится? Опять конфеты? Сладкоежка, иди давай завтракай! Я приготовила вкусную гречневую кашу. Я попью чаю, а твоя каша на столе. Ммм, такой сон испортила! Они приснились гигантские, гигантские шоколадные разноцветные конфеты. Я их ловила и ела. Вот. Когда ты меня разбудила, я уже почти-почти ее поймала. А ты тут за своей гречневой каша, гречневая каша. Фу, гадость какая. Мурка, хочешь кашу? Вот и отлично. На, ешь. А я просто попью чаю. И пойду в магазин, купю себе целую кучу конфет. Ну-ну, ну-ну, не забудь по пути записаться к стоматологу, чтобы она лечила твои зубы после сладких конфет. И еще, к одному врачу, который вылечит твой больной желудок, с утра обязательно нужно было покушать каши. Ой, да ты что, как маленькая-то? Мультиков что ли насмотрелась, что от конфет зубы будут болеть? Я же их чищу. Два раза в день, между прочим. Поэтому с моими зубами будет все в порядке. Посмотри, они мне какие белоснежные. Тоже мне подруга называется. Как мама. Точно так же. Не ешь конфет, зубы заболят. Не ешь ты конфет. Если я конфеты люблю. Ну что такое? Врут они все? Здравствуйте, пробейте мне, пожалуйста, вот эти конфетки. Здравствуйте, целую тележку. У вас какой-то праздник, наверное. Хотя, я тоже сладкоежка. Обожаю эти конфетки. Ну вот, и я. Интересно, а у нее волосы не от конфет случайно выпали? А то так я не хочу я. О, Мурка! Ах, она какая, а? Всю кашу тебе сложила. Давай я дам тебе специальный корм. Тот случай, когда даже кошка знает, что с утра полезно кушать именно кашу. Ладно, если тебе нравится, кушай. Она не вредная, а даже полезная для тебя. Ха-ха, сидит, облизывается. Понравилась каша? Ну вот, хоть кому-то она пригодилась. Так, сейчас возьму планшет и буду лопать конфетки. Точно, на канале Дренелка ТВ вышла новая серия про Катю и Макса. Вот ее-то я сейчас и посмотрю. Ммм, обожаю эти конфеты. Ой, желтенькая. Ммм, самая вкусная. Ой, а что, конфет нету больше? Как незаметно я съела целую кастрюльку. Пойду еще себе положу. Будь моя воля, я бы купалась просто в этих конфетах. Лежишь, а вокруг каши все-таки конфеты. Ммм, моя мечта. Попью еще чай и пойду гулять. Ай, ой, что такое? Ммм, что-то так стрельнуло мне. Ай, в зуб. Надо сходить срочно водички попить. Наверное, конфетка застряла. Вот она болит. Ой-ой-ой, слушай, дай мне, пожалуйста, чашечку свою. Мне срочно нужно попить. Ой-ой-ой, есть еще? А ты чего это на воду напала? Неужели зуб болит? Нет, с чего ты взяла? Я просто пить хочу. Очень много конфет съела. Они сладкие, вкусные. Вот, теперь очень пить хочется. Так, давай чайник под меня. На, держи, пей. Только ты смотри, ты меня-то обманешь, что у тебя зуб не болит. Но зуб от этого не пройдет. Он будет болеть еще сильнее, пока совсем не сгниет. И останешься без зуба. Как это совсем не сгниет? Как это без зуба? Как я буду в школу ходить? Меня все будут называть беззубик. Нет, так дело не пойдет. Так, зуб, давай, давай, давай. Не боли, не боли, не боли, не боли. Я тут прочитала, чтобы зуб прошел, нужно его прополоскать. Сейчас я это сделаю, и все будет хорошо. Можно опять эти конфеты лопать. Ну вот, вроде порядок. И мои конфетки, и мои конфетки. Сейчас проверим. Ай, я не могу ее съесть, у меня зуб болит. Что-то моя подруга говорит, дальше будет только хуже. Нет, 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 только не к стоматологу, я их жутко боюсь. А вы, ребята, не боитесь? Почему? А поддержите меня тогда лайками, и я сейчас к стоматологу пойду. Подруга, я скоро приду. Ты куда, опять в магазин за конфетами, что ли? Вот и нет, ты была права, у меня заболел зуб. Я к стоматологу пойду. Ага, то-то же, хочешь, я с тобой схожу, тебя поддержу. Ой, спасибо тебе, что бы я без тебя делала. Пойдем. Здравствуйте, здравствуйте, давайте посмотрим, что там у нас. Здравствуйте, доктор, у нас там это, зуб болит, верхний, с правой стороны. Я сегодня конфетку ела, а она была с орешком, откусила, он как заболит. Пошире, Ротик. Ой, да у вас пульпит. Нужно удалять нерв и ставить пломбу. Чего? Какой еще пульпит? Какой нерв, доктор? А это больно? Нет, не бойся, это терпимо. Я сейчас сделаю тебе укол, и ты совсем ничего не почувствуешь. А? Укол? Как можно укол не почувствовать, доктор? А нельзя мне выписать какие-нибудь таблетки, я буду полоскать. Нет, там уже очень запущенный случай, придется нерв удалять. А подскажи мне, пожалуйста, правильно ли ты ухаживаешь за зубами? Очень странно, все зубы подвержены кариесу. Такое ощущение, что за ней был неправильный уход, а либо было очень много сладкого. Эх, доктор, ухаживаю я правильно за зубами, я чищу ее два раза в день, я просто очень сладкое люблю. А, все ясно, ты у нас сладкоежка. Ну тогда постарайся после употребления сладостей тоже чистить зубы. И тогда у них должно быть нормальное состояние. А так, ты конфет наешься, они у тебя застреют в зубах, а чистишь зубы ты только вечером потом. А все это время происходит разрушение зуба. Давай я сделаю тебе укол. Ай, ой, да не больно, не больно. Сейчас замерзнет десна и можно будет сверлить. Боже, что мой, да если бы я только знала, какой-то там пульпит, что это надо сверлить и что-то удалять. Да я бы чистила зубы, доктор, сто раз. Эх, нужно количество сладкого немножко сокращать. Я буду есть не килограмм конфет в день, а 0,5, полкилограммчик. Доктор, так я смогу сохранить свои зубы здоровыми? Хе, постарайся, да? И чисти тогда почаще. Ну что, чувствуешь что-нибудь? Ой, доктор, кажется мне сложно говорить. У меня там все-все замерзло. Вот и отлично, значит можно сверлить. Ой-ой-ой, ну что, ребята, вот такая история. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка и смотрите новые интересные серии. Пока-пока. А я пока буду лечить свой зуб у стоматолога. Ну а если вы тоже сладкоежки, как и я, ставьте лайки. И, кстати, вы теперь знаете, как ухаживать за зубами, если вы любите очень-очень много сладкого. Чтобы часто не оказываться у этого кафе стоматолога.